Добрый день! Раз в год, как говорят, и палка стреляет. Вот и у меня тут случился эпизод в моей жизни. Ну, те, кто не в первый раз видит мое великолепное лицо на экране, знают, что я на самом деле, как правило, абсолютно не реагирую на все эти потоки гован, которые льются в мою сторону. Слава богу, в последнее время они заметно уменьшились, потому что все-таки аудитория отфильтровалась. Но бывает иногда, и черты с ним. Но у всех у нас есть какие-то, знаете, больные темы. У меня, например, долгое время больной темой был ЗОЖа, здоровый образ жизни. Вот не в том гипертрофированном, идиотическом масштабе, как его пытаются подавать СМИ, а опять-таки в моем понятии. У меня в свое время вышла книжка «От косяка до штанги». И вот с тех пор, как только какой-нибудь редактор на ТВ набирает в поисковике слово «Стрейт Эйдж». Эта книжка выскакивает, и мне начинают названивать. И был период, это было где-то середина нулевых, когда реально звонили прям каждый месяц. Звали в ток-шоу с Лолитой. Я отказывался, почему? Потому что я сходил в ток-шоу «Пусть говорят» и прокрыл все на белом свете. Не то, что я после этого больше решил не ходить в телевизор, но вот в такого рода мероприятиях решил не участвовать. Вторым таким моим пунктиком является все, что связано с журналистикой, рекламой и СММ в частности, потому что я этим довольно долго и профессионально занимался. Я успел прыгнуть в уходящий вагон нулевых, когда бумажная пресса цвела и пахла. Это были вот эти вот нефтяные года, когда была масса всевозможных глянцевых журналов. И я в ряде из них поработал, и даже был в Москве на посту главного редактора. Ну а потом на излете этих нулевых, когда я уже был в Петербурге, я понял, что все, бумажная пресса сдохла, более того, я начал понимать, что и журналистика сдохла, и перекинулся в сферу интернет-рекламы непосредственно в СММ. В самом начале 2011 года я устроился в агентство RealWeb. Создал там с нуля отдел продвижения в социальных сетях, и вот это время, которое я там провел вплоть до 2019 года, является одним из самых счастливых периодов именно с точки зрения профессионального отношения внутри компании. Ну ибо RealWeb объективно является одним из лучших агентств страны, одним из крупнейших. Не потому что я там работал, я так говорю. Нет, я просто вижу, какие процессы происходят там, как люди относятся к тому, что они делают, как они сами рождают ряд всевозможных технологических продуктов. И вообще занимаются всем тем, что в корне отличается от Порылова. Здесь купил, там продал. Все-таки сфера IT, она подразумевает определенные мозги, определенный уровень отношений. Так вот, на излете уже, получается, этого десятилетия, я почувствовал, что уже и СММ сдох. СММ сдох в том плане, в каком его, собственно, понимают до сих пор большинство людей. Хотя, казалось бы, прошло вот столько времени, и должно устаканиться четкое восприятие этой сферы. Нифига подобного могу это сказать просто по огромному количеству клиентов, с которыми мне приходилось общаться. Когда это все начиналось, ну, скажем так, активное бурление началось как раз вот в конце нулевых, в начале 2010-х годов. Было полный раздрай относительно того, что это вообще такое. Был полный раздрай относительно ценообразования. Я помню, что я промониторил рынок, и одно из московских агентств прислало мне смету, введение там, я не помню, двух аккаунтов, что-то 200 с чем-то тысяч рублей, а другая компания из Петербурга все то же самое ценила в 7,5 тысяч рублей. И стал логичный вопрос, а от чего отталкиваться, собственно, в ценообразовании? Ну, тем не менее, мы придумали определенно свои цифры и начали трудиться на этой Ниве. То, как это происходило, я скажу чуть попозже. И сейчас я просто поясню, почему вдруг я решил об этом заговорить. Мне постоянно пишут, у меня есть своя группа ВКонтакте, она очень маленькая, там, 10 тысяч подписчиков, плюс с небольшим. Она выполняет одну единственную функцию, это анонс мероприятий, которые я провожу в данной сфере, ну, и я имею в виду уже сферу непосредственно краеведения, экскурсий, лекций, бла-бла-бла. Ну, и, собственно, я там делюсь какими-то, опять-таки, историями из жизни всевозможных городов, Петербурга, Москвы и так далее, и тому подобное. И постоянно мне валятся предложения раскрутить эту группу, опубликовать новость там-то, сям-то, естественно, сменить аватар, сделать обложку. У меня специалист в области СММ, до сих пор там нет обложки и не будет, я думаю, уже никогда, потому что я, честно говоря, не знаю, зачем она мне там нужна. И очередное такое письмо, и вот я обычно это все игнорирую. А тут что-то меня, как бы, дернуло кликнуть на эту ссылку того сообщества, которое мне прислали. Там где-то было 100 тысяч участников, количество лайков под фотографией 10. Ну, под постом, да, средняя. Я не удержался, написал, как бы, что у вас ИР меньше, чем пенис у муравья. Человек мне как-то что-то ответил, и что-то мы с ним стали так, знаете, пикироваться по-доброму, на самом деле, без матьюгов и прочее. Ну, вот вы знаете, как-то вот наступило мне на мозоли, я сделал то, чего я вообще никогда не делал. Я даже разместил его аккаунт, попросил его забанить у людей. Он его это тоже заделал, он перелогинился, завел себе еще новый аккаунт, стал опять мне что-то написывать там на стене. Ну, в общем, это был детский сад. Я на самом деле был абсолютно неправ, мне нужно было это просто проигнорить. Я сам повел себя как малолетний школьник, я каюсь, я на самом деле готов признавать свои ошибки. Мне там иногда пишут в комментариях, что вы не можете признать свою неправоту, ну, как бы, да, если ты, парень, написал чистый бред, и ты думаешь, что я сейчас буду тратить 15 минут своего личного времени, чтобы тебе лично, некому, кого я не знаю, у которого нет ни имени, ни фамилии, ни лица, вообще ничего, и хрен знает, кто там вообще сидит с той стороны, писать развернутый какой-то комментарий с приведением цифрами и прочее. А иногда такой комментарий требует еще большего времени. Ты реально думаешь, что я вот как бы, ну, вот мне заняться больше нечем? Поэтому да, в этом случае я не готов признать свою неправоту, потому что, извините. А в данном случае я признаю, и Егорушку своего постоянно умоляю, там, у них там свои там терки, я вот вообще не вникаю, в общем, есть определенный круг людей, которым не дает покоя личности Егора Яковлева. И вот они там, и то, что он делает совместно со мной, и вот они там начинают. То, все, пятое, я его заклинаю, не реагируют и на это. Но вот он персональный историк, ему тоже иногда вот надо ответить, и это все тоже где-то скринится, постится, в общем, ой, вот говорят там про всяких малолетних дебилов, а вот это, как бы, что? В общем, в общем, детский сад. Но я, тем не менее, как бы, благодарен этому персонажу, потому что он меня как раз сподвигнул на данный выпуск, который будет не коротким, сразу предупреждаю. Конечно же, у меня и до этого был опыт, так сказать, в рекламной деятельности, в средствах массовой информации, но там все-таки я был главным редактором и занимался преимущественно другими вещами. А вот целиком и полностью мне удалось погрузиться в эту атмосферу именно здесь. Началось, я совершенно точно это помню, с того, что одна прекрасная дама из одного прекрасного турагентства попросила предоставить ей макет, дизайн-макет, такой, чтобы она понимала, что у дизайнера есть образование. Вот такое было чудесное ТЗ после того, как мы, ну, предоставили ей некоторое количество вариантов. Самое интересное, что человек, который делал в итоге этот макет, и которому она вот отсылала такие пожелания, он сейчас возглавляет аффилированную с Реалвебом компанию, которая занимается разработкой сайтов и параллельно руководит отделом продвижения уже непосредственно SEO, я имею в виду. Ну, то есть, как вы понимаете, у человека было не просто образование, а вообще определенные, как бы, навыки и понятия, что он мог вот расти-расти и вырасти вот в такого крупного, уже даже не руководителя, одного из владельцев бизнеса. И вот ему в 2001 году такое писали. Далее я совершенно точно помню тоже одну такую прекрасную историю. Я совершенно знаю, ну, я, конечно же, знаю, что у людей из рекламной сферы таких историй просто вагон и маленькая тележка. Есть миллион их в интернетах всевозможных. До сих пор не могу забыть историю про то, как снимали Бобров, одна замечательная девушка рассказывала. Так вот, одна компания, которая занимается производством средств от комаров, тоже мы должны были ей сделать компанию в соцсетях, но у нее было четкое пожелание. Дело в том, что не должно было быть упоминания о том, что комаров убивают или они умирают. Ну, мы решили, что комары сразу попадают в рай. Таким образом, весь тот нарочитый концепт, который я придумал, там у меня была Мила Йович с двумя этими «Сдохни, тварь!» В общем, она шла по суподхолсту. Мы поехали на защиту, и там сидели мужчины такие в пиджаках и галстуках. И у меня был один из постов, где был этот рыжий из Иванушек, ну, и надпись «Тополинный писк, жара июль». И вот один из мужчин, когда я это увидел, он так вот, почесав подбородок, сказал, «Извините, а в чем тут юмор?» Спросил он. И в этот момент я понял, что, как бы, чуваки, а зачем вам вообще агентство? Ну, то есть, собственно, если вы такие прекрасные, это вообще как бы проблема очень многих людей в рекламной сфере. То есть, зачем вам агентство? Вы можете это все сделать сами, на самом деле. Попросить секретаршу свою, не знаю, знакомого со школы. И он вам все сделает так, как вам надо. Но если вы обращаетесь за какой-то определенной экспертизой, то надо либо это учитывать. Но самый потрясающий случай конкретно в моей практике был… В общем, был один ресурс, совершенно очень странный, который заказал у нас тоже целый концепт продвижения. И у нас была серия картинок, посвященных фильмам. И там, соответственно, была, я помню, премьера доктора Франкенштейна. И у нас была такая картинка, добрый доктор Франкенштейн, он по-русски не Фернштейн. И что-то там еще я придумал. Мне прислали письмо, где на… Я не шучу, было на полстраницы написано обоснование, почему этот доктор не может быть добрым. Почему он обязательно должен быть злым? Ну, как бы, я пытался, попытался объяснить, что это всего лишь одна картинка, и, ну, злой он тупо не… как бы в размер не попадает. Но вот такими вещами люди занимаются на своем рабочем месте. И когда ты все это суммируешь, у меня был случай, когда мы… Ну, есть, опять-таки, мы интернет-агентства, и есть просто тендеры, которые разыгрываются по всему направлению, и тогда оффлайновое агентство приглашает тебя уже в качестве соучастника, где тебе дает только интернет-часть. И вот с одной компанией я потом посчитал, сколько я потратил я лично времени своего на разработку концепции, на то, чтобы съездить сначала в агентство миллионы раз там это все переговорить, потом они к нам приезжают миллионы раз это все переговорить, потом съездить на три защиты. Туда я реально потратил почти месяц на одну эту сраную вот итоговую презентацию, но я засчитал. Мы ничего не выиграли по итогу. Но я помню, что моя коллега из оффлайнового агентства первый раз на защиту привезла почти 10 человек. Я ей сказал, что у меня есть знакомая на Линдфильме, которая занимается массовкой, и если ей вообще надо, я могу ей помочь. Ну то есть, зачем эту всю толпу привозить? И вот здесь как раз заходит речь про эти самые тендеры, в которых участвуют все агентственные. Дело в том, что до сих пор, до сих пор есть такие вопросы, сколько стоит, не знаю, привлечение 10 тысяч подписчиков. И ты смотришь на этого человека и спрашиваешь, а зачем? Вот оно тебе зачем? Объясни мне. Мое, чисто мое убеждение, что все равно рулит контент. Ну, как бы это, конечно, истина, я не знаю, 21 века, но тем не менее, я вынужден ее произнести. И особенно умилительное бывает тогда, когда ты контентом не занимаешься, но тебя просят привлечь в определенную аудиторию. И ты видишь, что у них контент, ну, как бы вообще выразится, говно, а, соответственно, определенные показатели ты должен им предоставить. И в этой связи ты, естественно, ну, честно рисуешь какие-то цифры определенные. А потом приходят еще три агентства, которые рисуют другие цифры, не очень частные, и выигрывают. Это тендер, и ты прекрасно понимаешь, какие методы они будут использовать по привлечению от аудитории. Ты прекрасно понимаешь, что это деньги спущены в унитаз, что их лучше потратить на какое-то другое. Но каждый раз ты не можешь себе перебороть это. Ты не можешь поставить какие-то показатели, которые, ну, за которые ты не будешь отвечать именно своим, не знаю, профессиональным статусом. А это не значит, что мы все белые, пушистые, у нас крылья за спиной растут. У нас точно так же бывают косяки. Вообще, в любой компании, где есть много людей и очень много процессов, косяки неизбежны. Как бы ты там ни старался их устранить. И, на самом деле, одной из главных моих функций было всегда на всех постах, это разруливание кризисных и критических ситуаций, что, в общем-то, у меня практически всегда удавалось. Но вот эта вот погоня за какими-то очень странными цифрами, странными тратами, она меня постоянно поражает. Я понимаю, что это закон бизнеса отжимать все по максимуму. Ну, вот, человек, который меня снимает, только что рассказал мне, что предметная съемка сколько там, 40 рублей за фотографию, да? 40 рублей за фотографию. Ну, то есть, даже если прикинуть, ну, во-первых, сколько надо этих фотографий наделать, потом сколько времени тебе надо, чтобы их обработать, сколько времени тебе надо, во-первых, чтобы это все снять, и вот как бы 40 рублей. Ну, и поэтому, естественно, вот данный человек, он за 40 рублей работать не станет, да? А кто-то станет, на самом деле. Вполне возможно, иначе откуда такие цены берутся. И это основа рынка. Точно так же, как основа рынка, я до сих пор не могу понять, как это происходит, это кидалово. Я скажу честно, у меня есть одна проблема, с которой я не могу справиться до сих пор. Мне 43 года, я стараюсь верить людям. Я это делаю, потому что, ну, как бы, у меня есть определенное мое профессиональное реноме, и я вот за свои слова стараюсь отвечать. И, собственно, благодаря этому я вот шел-шел и вышел по своей карьерной лестнице на определенный уровень. Но есть другие примеры. И, ну, например, ты приезжаешь в очень крупный торгово-развлекательный комплекс Петербурга. Ты с ним ведешь переговоры, вы договариваетесь, и дальше начинается история про то, что, ребята, мы работаем по предоплате. И они нам говорят, ну, мы же крупная международная компания, они реально были крупной международной компанией. Вы что, вы нам не доверяете? И мне объясняешь, ну, ребята, как бы мы всем доверяем, но, как бы, утром деньги, вечером стулья. В итоге мы договорились там на каких-то промежуточных условиях. Надо ли мне говорить, что компания осталась должна, я до сих пор помню эту сумму, 35 тысяч рублей. Ну, наверное, для нянечки в детском саду в Крыму 35 тысяч рублей это большая сумма денег, но для крупной международной компании что-то мне подсказывает, что нет. Сеть ресторанов, вот таких вот. Многие петербуржцы их знают. Очень крутые рестораны, очень пафосные, очень понтовые. Остались нам должны, ну, примерно столько же, не помню, 28 или 33 тысячи рублей. Там поесть иногда на такие деньги вдвоем нереально, если так нормально, по большому, по взрослому. Ну, и было в моей практике совершенно исключительный случай, где уже я сам косякнул. была одна контора, которая продвигала одну услугу, и там случилось так, что нужно было разместиться у блогеров, и это надо было сделать очень, очень быстро, вот здесь и сейчас. И пока мы бы с ними там что-то подписали, переподписали, выставили счет и бла-бла-бла, прошло бы очень много времени. Мы с ними уже работали до этого на самом деле, и человек сидя вот так вот напротив меня, он мне прямо на голубом глазу вот говорил, что не вопрос. И я вот реально из своих заплатил там 300 с чем-то тысяч рублей. Ну, вы знаете, чем все это закончилось? Да, да, да. Конечно, лох я. Опять-таки, не скрываю. Но понимаете, в чем дело? Если постоянно всех подозревают, что тебя кинут, ты сам превратишься в паранойка. И у меня есть такие знакомые, на самом деле. А я вот стараюсь таковым не быть. Поэтому я до сих пор верю. Поэтому у меня все воруют. Вот даже машину угнали. И хрен с ней, на самом деле. Появилась вторая. Ну, вот мне как-то так проще жить. Но вот это постоянная, постоянная вот эта вот история с желанием отжать, ужать, не заплатить. Я ведь вам рассказываю про маленькие случаи. А ведь есть большие случаи, когда кидают на много миллионов рублей. И, к сожалению, в нашей компании есть и такой опыт. И даже в суде ничего не могли сделать. Но, слава богу, это было не по моему направлению. В моем направлении просто таких оборотов не было ежемесячно. Но, тем не менее, вот это вот такая Россия. Я был в Штатах, когда и спросил у адвоката Сини, друга моего, другу, другу моего другу, Женю, у которого я жил, Юрий Синь, а тебя вот когда-нибудь в Штатах кидали, вот так вот, откровенно, и он что-то, и он как бы завис. Он что-то начал сказать, да, что-то был какой-то случай там, ну, там было совсем смешно, что-то 100 долларов, да-бла-бла, ну, мне их в итоге вернули, тра-та-та, но такого не, как бы, бывает, на самом деле. То есть, конечно, там, скорее всего, тоже кидалово происходит, но, там нету такой, явно выраженной тенденции для того, чтобы, вот, вот прямо, вот очень хочется кинуть, вот прям вот, вот свербит. У нас же я эту тенденцию наблюдаю постоянно. Вот я еще когда работал в Москве, я ехал, это было середина нулевых, тогда Сапсанов не было, я ехал то ли на Авроры, то ли на Невской Кунг-Экспрессе. И вот мой сосед, типичный такой москвич, он пил коньячок, и вот он меня просвещал, да, как живется, работает с ним в Москве. И говорит, что да, вот, не проживешь, не на, как бы, вот один из главных принципов, по которым он существует. Честно, абсолютно в этом признавался. Едем дальше. Я ведь, опять-таки, для чего я это все рассказываю, я ведь, вы же понимаете, я подведу к определенному выводу, да, который прямо на поверхности. Далее идет, вот у нас тут выйдет скоро выпуск с Егором Яковлевым, где мы полемизируем на тему, там, коммунизма и сталинских репрессий и всего остального. И, значит, основной тезис заключается в том, что надо, вот, брать собственность и перераспределять ее среди, там, неимущих и так далее. То есть, естественно, речь идет о крупных собственниках, но я-то знаю, что когда начнут изымать у крупных собственников, коснуться всех остальных. И у меня всегда в этом плане вот вопрос, ну, хорошо, ладно, вот я должен отдать там свою, честно, заработанную, своим, так сказать, мозгами, трудом и прочим, жил площадь. Вопрос, кому? Ну, про пролетариев, с которыми я жил в коммуналках, где я один-единственный убирал сортир, это отдельная песня, как бы, но вот, как мы выяснили, опять-таки, в разговоре с Егором Яковлевым, офисные работники, они тоже пролетари. И вот я вспоминаю некоторых своих подчиненных, да, которые у меня работали. У меня были прекрасные, на самом деле, подчиненные некоторые из них, то есть, вот одна девушка проработала у меня два года, у меня не было ни одного нарекания к ней, потом она поехала путешествовать по миру, ей нужна была подработка фрилансовая, и я сказал, окей, я буду тебе платить деньги, пиши для нас, все нормально. И до сих пор она, вот, какие-то услуги нам оказывает. Я пошел ей навстречу, потому что, потому что человек себя зарекомендовал. Но были другие представители рода человеческого, одна из них, например, замечательная барышня, полагентства мне говорил, что надо ее уволить, но я говорил, ну она же такая хорошая вот в этом отношении. У нее действительно были свои плюсы, я стараюсь все-таки в людях, в людях, вычленять и плюсы, и минусы. Но в итоге мне пришлось ее уволить, она ушла к нашему конкуренту, не конкуренту, а клиенту, слила ему все, всю систему нашего ценообразования. Надо сказать, что мадам со стороны клиента, она до этого работала в другой компании, мы с ней очень жестко разосрались, но когда она вернулась, точнее, перешла в другое место, она все равно к нам пришла. Вот моя подопечная к ней приходит, она все это рассказывает, меня прессуют, а потом эта подопечная увольняется и оттуда, точнее, ее увольняют. И эта мадам доставляет мне претензию. Что ж ты мне не сказал сразу, что она такая-сякая? Я ей объяснил, что, понимаешь, дорогуша, во-первых, это было бы нехорошо с моей стороны, я так не поступаю, а во-вторых, а во-вторых, ты бы мне все равно не поверила, что она такая-сякая, ты бы решил, что я вот, понимаешь, вот мучу воду. И в этой связи иногда даже со стороны клиента хочется сказать, не знаю, владельцу бизнеса или прочее, дорогой, не мое собачье дело, ну вот всех этих людей, черту бабушке, надо бы уволить. Ну, по крайней мере, я бы так сделал на твоем месте. Потому что это порой трэш и угар. То, что нам приходится, то, с чем нам приходится сталкиваться. Ладно, они бывают честными. Одна барышня из очень крупной строительной компании написала мне в свое время, точнее, попросила по телефону «Павел, вы пришлите мне, пожалуйста, такую памятку, что вот кнопка подписаться на YouTube, она вот здесь. Вот ВКонтакте, соответственно, чтобы выполнить это действие, оно вот тут. Потому что я в этом ничего не понимаю. Девушка работает в первой отделе. На секундочку. Большой строительной компании. Я честно написал такую памятку, но она хотя бы, она не скрывала, что она тупая и в этом не разбирается. Хрен с ней. Зато с ней была другая история, опять-таки, реальной жизни. Идет рекламная компания. Мы рекламируем событие, которое устраивает эта строительная компания. В пятницу вечером страницу этого события блокируют. Мой менеджер абсолютно в мыле, в шоке, в слезах, в соплях звонит мне, пишет и говорит, я не знаю, что происходит. Ты что-нибудь делал? Я говорю, нет, я ничего не делал. Мы все выходные пытаемся разобраться с администрацией контакта и прочее, прочее. Выясняется, что страницу заблочили за какие-то неправомерные действия. Какие-то неправомерные действия мы понять не можем. В понедельник, естественно, мы связываемся с клиентом, и тут выясняется, что оказывается, она параллельно, параллельно, она заказала дополнительную рекламу еще этой же страницы, но другим ребятам, которые, ну мы-то по нормальным ценам и это все крутим, а они вот там за 2000 рублей. Она решила попробовать. Вот попробовала. Попробовала до такой степени, что просто страницу забанили, в то время, как у нас уже был заложен бюджет в системе, и он крутился. И вот возвращаясь к этому персонажу, который мне написал, у которого ИАР меньше муравьиного пениса, вы понимаете, что, ну вот как бы вот этот паразитизм, он же пагубен абсолютно. Это ведь речь, как вы понимаете, не про СММ и не про рекламу, это речь вообще про нашу страну, потому что она нигде так не познается, как на дорогах и как в любой профессиональной сфере. Ко мне на экскурсии ходят разные люди, и в основном это все эти люди, которые чего-то добились в каждой сфере. Вот я разговариваю с теми, кто занимается строительством, она мне рассказывает, как там все происходит, и я так оседаю. Разговариваю с теми, кто работает в системе здравоохранения, и я тоже так оседаю. Разговариваю с теми, кто там работает, не знаю, в ментовке или прочих структурах, и я опять-таки оседаю. И иногда мне кажется, боже, а как вообще страна-то функционирует, где на всех уровнях происходит вот такое. Ну, наверное, она функционирует исключительно по той причине, что есть определенные люди, на которых все и держится. Еще один момент, который я выяснил для себя, к великому сожалению, что когда ты не можешь какую-то опцию выполнить сам, ты не нанимаешь подрядчика, никакие регалии, никакой портфолио не является гарантией того, что тебе сделают хорошо, качественно и в срок. У меня был случай, реально, когда мы нанимали очень хорошую, проверенную компанию по знакомству от нашего пиар-директора, и в итоге они вернули нам деньги. Хорошо, что клиент был лояльный, ну, то есть, они заказали видеоролик нам, мы тогда не занимались видеопродакшеном, мы наняли субподрядчика, субподрядчик жевал сопли, опять-таки, часть косяка была моего, потому что я поставил на проект менеджера, наверное, не того, которого нужно было поставить. И когда я уже сам подключился к контролю, и когда я звоню человеку, я говорю, когда будет? Он говорит, вот, до Нового года такого числа будет. Он мне лично это говорит, ничего не происходит. Я ему звоню, говорю, ты как бы, ну, ну, как бы, в какой вот мы вообще среде обитаем? Вот ты, как бы, владелец этого всего, директор, креатор и так далее, ты мне говоришь, что все будет готово, и ничего не готово. Зачем ты это делаешь? Ну, скажи честно, перец, ну, накосячили, ну, вот давай как-то вместе подумаем, что с этим делать? Может, я бы свои какие-то ресурсы подключил? Но ты же мне этого не сказал на том этапе, когда это еще можно было исправить? Ты же мне залил? В итоге что? Что я должен сказать клиенту? И это еще, вот это меня больше всего бесит. Меня бесит не столько косяки, сколько укрывательства этих косяков на том этапе, когда их еще хоть как-то можно исправить. Пусть в ноль выйдем, пусть ладно, но сохраним свое профессиональное реноме, понимаете? Этого не происходит. И это то, что я всегда требую от своих подчиненных, чтобы они о своих проблемах рассказывали мне вовремя. Не тогда, когда уже петух в жопу клюнет, а когда они только начинают в этом сомневаться. Ну, есть еще одно замечательное направление в сфере СММ, это, конечно, оно по-разному называется. Оно называется партизанский маркетинг, работа с лидерами мнений. Мы это просто называли работа на форумах. У меня даже был специальный курс, обучающий для клиентов, он назывался СММ для застройщика, где я начинал с поведенческой модели пользователя и заканчивал основными признаками черного пиара. Дело в том, что есть люди, которые целенаправленно занимаются черным пиаром, а вот мы как раз то агентство было, которое с этим черным пиаром боролось. Я вам открою страшную тайну. Очень часто, это нередкий случай, когда какая-то строительная компания начинает где-то что-то строить и вокруг нее начинают формироваться определенные оппозиционные атмосферы, где там говорят, что они там нарушают то, сё, пятое, десятое, очень часто это все инициируется их конкурентами и подается под соусом какой-то там городозащитной деятельности того-сего пятого-десятого. Я сам знаю лично три таких кейса у нас в городе. И соответственно, вот ты работаешь в этой сфере, у меня был случай еще тогда на заре становления, когда мне лично пришлось во время новогодних праздников вести эти долбанные форумы одному застройщику. И там были люди, которые так их топили, ну просто. Я, знаете, я придумал один способ потрясающий. Это был форум, где не надо было логиниться, где ты мог просто написать свой ник и оставить комментарий. Я начал писать сообщения от их ников, которые говорили о том, ой, вы знаете, что-то я погорячился в предыдущий раз, на самом деле их компания это ничего, а просто выпил. Они им начинали отвечать, я начинал и прочее. И в итоге получался такой сыр-бор, что нормальные пользователи интернета, они понимали, что здесь уже что-то не то, пойду-ка я лучше в их официальную группу ВКонтакте. Это то, к чему мы, собственно, и стремились в своей деятельности. Так вот, у меня иногда возникает ощущение, что незаказанных комментариев их, я не знаю, процентов 20. Хотя, возможно, другие специалисты в этой сфере они меня поправят. Есть ресурсы, на которых очень сложно работать агентством, а есть такие, где прямо все в лед идет. Ну и, собственно, подводя итог этому, может быть, сумбурному рассказу, но поймите меня правильно, когда мы начинаем задумываться о том, почему наша страна такая, вот мне не надо далеко ходить. Мне достаточно просто окинуть взором вот то, чем я занимался профессионально. Причем я ведь говорю не про правительство, не про шахтеров. Я говорю, в принципе, про, ну, наверное, даже в чем-то привилегированную часть населения с точки зрения, я не знаю, там, доярки, да? То есть человек занимается определенными процессами в офисе. Эти процессы даже связаны с каким-то там креативом и так далее и тому подобное. Но вот это желание урвать, вот это желание ни хрена не делать. У меня были... Я пару человек уволил просто один раз, это была вишенка на торте, просто... Мне прислали то, что он опубликовал у себя в социальных сетях. Написал, что, ну, компания, да, без этой корпоративной шизы, но все равно что-то какое-то такое говно. При этом сам он был вот-вот. Чтобы закончить на мажорной ноте, расскажу один из эпизодов из моей практики, как мы снимали ролик для прекрасных китайцев. Я уже говорил в своем выпуске после поездки в Пекин, рассказал там, как мы сотрудничали с рядом китайских компаний. У меня, например, родилась моя личная поговорка, если вы не любите евреев, считаете их жадными, хитрыми, поработайте с китайцами. Вы полюбите евреев, как братьев своих на самом деле. То есть, когда тебе на голубом глазу спрашивают, можешь ли ты сделать им ролик анимационный, подразумевается флеш-анимация, ты говоришь, да, можем это сделать. И они тебе скинут отрывок из мультфильма «Миньоны» и спрашивают, а вот это сколько будет стоить и можете ли вы это сделать нам за неделю? И ты вот как бы читаешь в переписке в скайпе и думаешь, как бы, ну, вы серьезны или нет. В общем, в ролике должна была быть панда. Я думаю, что некоторые из вас видели видеоклип, передаю привет из Сталина, и там вот медведь очень странный. Он такой, знаете, китаеобразный. Это как раз остаток этого случая, про который я сейчас расскажу. Эта панда должна была заезжать, соответственно, на газели, которая брендирована логотипом этой фирмы, но мы придумали, что это пусть будет, например, на фоне спасанной крови, потому что узнаваемый ландшафт, акция была направлена именно на Россию, на Петербург. Сначала возникла проблема, почему-то в городе не оказалось костюмов панд. Ну, то есть, обычно их пруд-пруди, а тут нету ни одной. Надо было реально все сделать за неделю, даже меньше, на самом деле. Мы заказали эту панду какому-то, значит, специалисту, кукольнику. Заплатили за это какое-то неимоверное количество денег, по-моему, 27 тысяч. Но он взялся сделать ее за фактически одну ночь. Когда он ее привез, мы показали китайцам, они сказали, это не панда, это тигр. В итоге выяснилось, что у них у самих есть где-то в Москве это панда, чертова. Значит, нам ее передавали с самолетом. Значит, с утра завозили моему коллеге Сереге. Дальше началась следующая история. В кадре должны были быть девушки. Я, поскольку миллионы раз проводил кастинги, я вообще знаю, что такое найти вменяемое лицо в кадре. Уже как-то раз рассказывал, что когда я работал в Москве и у меня так получилось, что арт-директор мой был в ауте, мне пришлось самому делать обложку и вот ты сидишь и идут табуном вот эти модели. И ты понимаешь, что ты ни одну из них на обложку не можешь поставить. Ну вот все не то. Единственное, кто могла это осуществить, так сказать, мечтой редактора оказалась будущая актриса Юлия Снегирь. Снегирь, потому что она была актрисой. И это сразу читалось во взгляде. Найти поэтому девушку крайне сложно, а поскольку времени не было и у меня не было возможности проводить живой кастинг, я обратился к одной своей знакомой, танцовщице, с просьбой прислать мне каких-нибудь ее подруг видных. Она прислала фотографии, я отослал эти фотографии китайцам, они это все одобрили. Я совершенно не учел тот момент, что на фотографиях люди, естественно, могут отличаться от того, какие они в жизни. И тут ведь опять-таки проблема в чем? Модель с помощью фотографии можно вытянуть, но из 100 кадров всегда будет, я не знаю, 2-3 удачных. Если барышня мертвая, то на видео ты ее не вытянешь никак. оператор попросил, чтобы все они пришли только не в темном, и уж тем более не в черном. Когда они появились на съемочной площадке, мало того, что трое из них были в темном, так это, знаете, ну вот были такие чистой воды лохудры. Они, конечно, были симпатичные, но далеко не лица бренда, скажем так. Это уже был первый удар судьбы. Второй удар судьбы заключался в том, что нужно было забрендировать эту машину, эту «Газель». Мой приятель Саша Тимошов, который снимается у меня в ряде клипов, он, соответственно, вызвался взять эту «Газель» сам. У него, слава богу, очень большой опыт водителя, он работал водителем автобуса, привезти ее и потом в костюме панды, соответственно, увезти. Он и притаранил. Я заказал, соответственно, водой компании наклейки, мы обклеили эту «Газель». И вот самый разгар мой оператор Максим, с которым мы снимали и инстаграмщик, и Трампа, и вот короткометражка у меня есть на канале «Мужика хочу», это мы все с ним снимали. Пригласил целую когорту световиков, хотя я говорил, может, так с ними? Он говорит, нет, но он такой перфекционист, окей, соответственно. приехала эта машина, договорились с гайцами, потому что туда нельзя заезжать на самом деле с машиной. Это все тоже денег стоит определенный. Вот приходят сначала эти лохудры, а потом я отправляю кадр прямо в Китай в общем чате, и они мне пишут, что логотип не тот. Ну, то есть там было, грубо говоря, красное на белом, а надо было белое на красном. И вот в этот момент на самом деле я иду в корпус Бенуа, в туалет, сталкиваюсь там с выходящим оттуда Петром Первым, потому что эти ребята там пасутся табунами все эти Петры и Екатерины. Закрываясь, сажусь на стульчак, выпираюсь лбом в дверь, у меня начинает разыгрываться моя грыжа. Я уже начинаю считать просто сколько денег я отдам из своего кармана за вот это вот все. Потому что мне в тот момент показалось, что это фиаско тотальное. Но я, тем не менее, взял себя, так сказать, в руки, позвонил коллегам, позвонил Сереге, объяснил ситуацию. Они все сорвались, поехали ко мне. Я позвонил ребятам, которые делали соответственно этот логотип и сказал, ребята, вот за любые деньги, а вы можете все то же самое, только вот прямо сейчас сделать, но по-другому. Они согласились это сделать прямо сейчас за те же самые деньги, что они сделали. Мы переиграли порядок съемок, на самом деле, и пока мы доснимали этих лохудр, соответственно, прямо на улице, прямо напротив круглого рынка, куда Пушкин замарушкой посылал перед смертью, обклеивалась эта газель. Далее была еще одна история. Значит, там были собаки хаски. Собаки хаски, которые, соответственно, в сумочках несли эти подарки этим мадамам. Мы налили, значит, специальную обученную подругу, у которой есть специально обученные эти хаски. Ну, вы знаете, наверное, что самое сложное снимать детей и животных. Собаки эти бегали-бегали, несли эти штучки. И я уже тогда понял, что на самом деле на бумажных вот этих сумочках явно не хватает их логотипа. Мы их купили просто, мы думали, как это оформить, купили эти подарочные пакеты, вот явно там не хватает этого логотипа. В итоге, когда мы это все более-менее в предварительном сверстанном состоянии отослали, выяснилось, что не хватает финального аккорда, то есть слова самой панды, которая уезжает. Не хватает логотипа на этих собачках. В итоге уже у нашей коллеги в агентстве была точно такая собака. Мы ее на следующий день вызвали, досняли там, пригнали эту газель, где Саша в виде этой панды что-то там якобы сказал уехал, при этом уже без каких-нибудь разрешений и гайцов. И в ночь один из моих подписчиков, большое ему огромное спасибо, он написал саундтрек, он профессиональный, ну, еще раз говорю, меня смотрят разные люди и очень много специалистов в своих сферах. Он профессиональный именно композитор и он написал совершенно чумовой саундтрек, сделал мне это абсолютно бесплатно за ночь. Я это все отправил китайцам, я помню один момент, потому что мы монтировали ролик прямо у меня на работе сразу же после съемок. Вот сидит Макс, я подхожу, я вижу, что он там провода торчат в правом углу, он их закрашивает. Я говорю, Макс, что ты делаешь? Ну, то есть ты понимаешь, что как бы никто этого не будет смотреть, но он перфекционист. В итоге ролик вышел, мы получили свои деньги, ролик был просто ниже принтуса на самом деле, но, тем не менее, задача была выполнена вот с такими боями и с такими вот косяками. Остался положительный единственный момент после этого случая с китайцами, это прекрасная панда, которую я привез в Эстонию на автобусе, там это все дело сняли, я ее там же оставил. Шурин, который снимал мой клип, он работает на таллиннском телевидении, и вот очередной пост от него в ленте в фейсбуке, я вижу какую-то передачу таллиннскую, смотрю, опа, знакомая пандочка пригодилась уже и в другом ключе. В конце, значит, как обычно хочу объявить, что, во-первых, в Петербурге будет лекция 10 марта в 15.00, неизвестный Невский, часть 3, 23 февраля в Иванове бесплатная лекция концептуального предсостояния Петербурга против Москвы, первая экскурсия в Москве состоится в самом конце марта, я вывешу анонс, а потом уже начнется где-то примерно середина апреля, плотный график. 2 и 3 марта остросоциальный ансамбль ОСА, между прочим, с песней про Таллин и Сталин тоже выступает в клубе Powerhouse и в Харатс в Пабе, в 19.00, ссылки на покупку билетов есть там, и хочу напомнить вам, что я набираю экскурсию, точнее, группу на поездку в Париж по традиции в конце года, и я все-таки решил Амстердам пока отодвинуть, буду попробовать набрать группу в Берлин, уже, в принципе, Наро собирается, почему Берлин, потому что, ну, во-первых, тупо дешевле, во-вторых, очень много, опять-таки, на связи с Россией в Берлине, как это не парадоксально звучит, ну и плюс я расскажу про всевозможные модернистские истории, про своего любимого архитектора Мисс Вандерово и так далее. Если вам это все интересно, пишите мне, электронный адрес указан вот там вот, оставляйте комментарии, увидимся, пока!